Э, чё, энергетика? Чё, какие у тебя проблемы? Добрый день! Меня зовут Игорь Нефтяников. Если вы хотите узнать, какие проблемы у современной энергетики, вы выбрали правильную видеокассету. Здесь мы покажем вам, с какими проблемами может столкнуться топливно-энергетический комплекс со схемами, графиками и диаграммами. Бонус! Бесплатные таблицы. Поехали! Одна из главных проблем топливно-энергетического комплекса заключается в том, что около 80% всей энергии мира получается из невозобновляемых источников. О том, правда это или нет, нам расскажет профессор Дальнесахалинского ближнего Западного университета Валерий Нефтегазович Воронкин. Валерий Нефтегазович, это правда? Ну да. Вот видите, это правда! Помимо того, что невозобновляемые источники невозобновляемые и могут скоро закончиться, они еще и в большинстве своем загрязняют атмосферу! Именно поэтому человечество должно рассмотреть переход на возобновляемые источники, такие как ветер, солнце и вода. Помимо того, что невозобновляемые источники энергии загрязняют атмосферу, и невозобновляемые, они еще оставляют после себя отходы. Например, после сжигания дерева мы получаем пепел, который надо куда-то складировать. А чего уж говорить про ядерные отходы! Именно поэтому невозобновляемые источники энергии при всем в своем низком КПД следов почти не оставляют. Юный зритель! На этом заканчивается краткий курс о проблемах топливно-энергетического комплекса. Если ты хочешь узнать больше или предложить свои пути решения этих проблем, поступай на факультет экономики и финансов топливно-энергетического комплекса и посещай занятия по введению в специальность. Валерий Нефтегазович, подтвердите, пожалуйста. Вот видите, финансовый университет расскажет вам все об этой огромной и полезной отрасли.